8 тысяч участников и только один победитель. Конкурсанты со всей республики, взрослые и дети. Они готовились и проверяли свои знания по книге «Основы религии» и «Жизнеописание пророка Мухаммада». Мир ему и благословения. Конкурс проходил два месяца в три этапа. Задания участникам давали как тестовые, так и письменные. В финал пробрались всего 150 человек. Итоги подвели в столицу республики. Награды получили первые 15 мест. Чем выше место, тем ценнее призы. Но проигравших, как считают организаторы, сегодня нет. Подобный конкурс проводят для того, чтобы людей приобщить к религии. Чтобы они имели элементарные основные знания об основах религии. Имели знания о пророке Мухаммаде. Основная цель – это улучшение нравов населения. Кульминационный момент объявляют первую тройку победителей. Третье место заняла Джамиля Осведова. Ей вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Она учится и работает. Несмотря на плотный график, Джамиля сумела подготовиться к конкурсу. Я понимала, что я не буду успевать. И поэтому я решила, вот каждый день, в течение двух недель последних, я вот вставала два часа и до семи я готовилась к конкурсу. А потом уже на работу. И вечером, когда бывало время, только вот так вот. А вот сесть, целыми днями сидеть, читать, у меня времени не было просто. Я физически не успевала. Второе место заняла Халимат Гасанова, однако ее в зале не оказалось. Ей подготовлен сертификат на 200 тысяч рублей. И вот первое место. Победителем стала Патимат Ибрагимова. Ибрагимова, Патимат Ибрагимова. Сертификат на туристах пишет ей первое место. Бывало, что ночами тоже не спала. Было очень трудно тоже. Но, если честно, я даже не ожидала, что я выиграю победу на первое место. Не думала, честно. Патимат выиграла сертификат на 300 тысяч рублей. Полученные средства она намерена передать духовному центру имени пророка Айеса Ахмириму и благотворительному фонду Инсан. Победителей поздравили представители власти, общественники и религиозные деятели. Как отмечают организаторы, конкурс проводился с целью профилактики экстремизма, просвещения и облагораживания нравов населения. Поблагодарить организаторов, это муфтият, это наш уважаемый шейх Ахмад Афанди, который делает просто огромную работу по духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи. Приятным завершением вечера стал розыгрыш путевки в Малый Хадж. Следующий конкурс, организованный муфтиятом республики, начнется 4 апреля по книге «Благонравие праведников». Ее автор – шейх Ахмад Афанди.